На первый взгляд, это помещение, что находится в нидерландском городе Сойст, мало чем напоминает школу. Здесь нет ни досок, ни парт, ни школьных звонков, ни даже классных комнат. 65 учеников в возрасте от 4 до 17 учатся здесь, когда хотят, как хотят и где хотят. Школьные истории. Школа Де Роймте в городе Сойст, Нидерланды. Фильм Эрика Сассе и Пауля Оффнера. В школе Де Роймте учителей называют компаньонами. Они здесь для того, чтобы дети могли задать вопрос или обратиться за помощью. Обычные школы пользуются в основном внешней мотивацией ребенка. То есть приучают делать то, что говорят и решают другие люди. Мы же развиваем внутреннюю мотивацию, когда дети учатся самостоятельно принимать решения. Наша задача — создать для этого достаточную учебную среду. Главное, что дети учатся чувствовать ответственность за свои поступки, за свою жизнь и занятия, которые они себе находят. Питер Хаткемп работает частным консультантом для менеджеров. Два дня в неделю он работает компаньоном в школе, куда ходят трое его дочерей. Питер считает, что очень важно доверять способностям, заложенным в детях от природы, и не навязывать им то, что общество обычно стремится навязать как можно раньше. Если дети просят помочь, компаньон к их услугам, в остальное время он не вмешивается в их занятия. Школа Де Роемте была основана в январе 2003-го. Это одна из прогрессивных школ, которые стали появляться в Нидерландах за последнее десятилетие. В основу философии школы легли прогрессивные педагогические взгляды 60-х и 70-х. Одной из основных моделей стала известная сеть школ Садбори Велли. На первый взгляд, здесь мало что напоминает учебный процесс в классическом понимании. Например, Ян Пауль проводит большую часть дня за игрой в ролевые карты. В принципе, все, что нас окружает, может стать толчком к обучению. В обычной школе учеба воспринимается как неприятная процедура, где все знания берутся из книжек. Но ведь на самом деле учиться можно по-разному. Даже, например, играя в ролевые карты, ты тоже учишься. Ну, например, читать, понимать по-английски, не говоря уже о стратегии и логике. Ян Пауль пока что не знает, чем будет заниматься после школы. Сейчас ему 16, и в этой школе он учится всего около года. В предыдущей, обычной школе, ему было очень скучно, и он ощущал, что пользы ему эта учеба не приносит. Недавно Ян Пауль всерьез заинтересовался химией. Сейчас он хочет поставить несколько экспериментов с другими учениками, и попросил помочь ему в этом Питера Хаткемпа. Ученикам разрешается пользоваться интернетом для независимых исследований. Вот смотри, пример такого эксперимента. Да, но здесь приведено несколько, а мне нужен общий обзор одного. Тогда вот что, мы забронируем лабораторию на 15 часов, и соберемся там с остальными химиками из твоей группы, хорошо? Да, а там ты еще раз зайдешь на сайт, может, найдешь еще какие-то идеи. Хорошо? Хорошо. Ну тогда на сегодня, я думаю, достаточно. Встретимся здесь же в понедельник. Рядом со зданием школы есть большой участок земли, где дети могут пробовать себя в различных практических занятиях, например, в верховой езде. Здесь также достаточно места для различных экспериментов. Разумеется, без либеральных нидерландских законов школа вряд ли могла бы существовать. У школы нет государственной субсидии, поэтому родители платят за обучение 208 евро в месяц. Большинство компаньонов, как Питер Хаткэмп, сами являются родителями и имеют основную работу. Но есть и профессиональные педагоги. А теперь попробуй сказать без микрофона, чтобы тебя услышали на задних рядах. Да, неплохо. Эта группа учеников уже несколько месяцев регулярно репетирует театральную постановку мюзикла. Флёр здесь главный режиссёр и хореограф. Флёр ван Кампеман, 15 лет. Она хочет работать в кино или театре, когда вырастет. В этой школе она уже полтора года. Сначала, когда я только пришла в школу Сёст, мне было довольно сложно. Поначалу это такой странный и непривычный период в жизни у всех. Мы его прозвали «обесшколивание». Первое время ты делаешь, что хочешь, и тебя ничего не заставляют делать. Потом тебе становится реально скучно, и вот это уже фаза потяжелее. После этого наступает период, когда ты уже вроде свыкаешься с таким режимом, и непривычное напряжение уходит, вместе с ним уходит скука. Но и тогда ты ещё не чувствуешь потребности что-нибудь делать конкретное. И вот только после этой фазы для тебя наступает настоящая, полноценная жизнь в этой школе. И это такое радостное ощущение. Это так здорово, когда ты можешь заниматься тем, к чему у тебя лежит душа. В школе нет учебного плана, который диктовал бы, как и когда детям следует учиться. Флёр сейчас в основном работает над постановкой, и ещё каждый день играет на фортепьяно. Критики школы говорят, что обучение здесь слишком фрагментарно, если вообще речь идёт об обучении. Однако главный принцип школы — развитие личной мотивации, умение самостоятельно решать, как и на что тратить своё время. Ибо само желание учиться есть наилучший стимул для учёбы. Другими словами, если дети что-то учат, они делают это по собственному выбору и желанию. В нашей школе учёба играет важную роль, но она не есть самоцель. Идея школы в том, чтобы дети осваивали реальные практические вещи. Когда ты делаешь что-то реальное, тогда ты учишься, тогда и есть развитие. Это контекстно-ориентированное обучение. Когда вы, например, знаете, что вам предстоит ехать в Англию, и для этого вы хотите выучить английский, и тогда у вас есть мотив учиться по-настоящему. Ещё один важный элемент — наши дети сами следят за своей успешностью. То есть, чтобы чего-то достичь, они находят оптимальный способ для себя, как это сделать. В современном мире очень важно уметь учиться. Один раз в неделю школьный круг собирается для принятия решений. Школа Дероймте построена на принципе непротивления сторон. Каждый ученик и каждый компаньон имеет право голоса на такой встрече и может настаивать на ветировании того или иного решения. Три, два, один. Все согласны. У нас с Анной и Шианной теперь есть своя грядка в саду, и мы хотим закупить саженцев на 20 евро. А ещё нам нужен шланг для поливания, и чтобы воду наливать в паилку для лошади. Нам без него приходится каждый раз вручную и пешком носить воду. У кого возражения есть? Три, два, один. Все согласны. На первый взгляд, всё это может показаться сложным. Причина в том, что каждый ребёнок — не только ученик, но ещё и организатор самого учебного процесса. Таким образом, дети постигают то, как регулируются реальные процессы в реальном обществе, как находить понимание в работе с людьми, как устанавливать рамки, как быть с теми, кто не соблюдает их, и так далее. Школьный день заканчивается в 5 часов, среда — выходной. Из всех учеников Флёр проделывает самый длинный путь от школы домой. Она живёт в Амстердаме, и если не ночует у друзей, то дорога занимает 4 часа. Однако она не жалеет о том, что сменила школу. В этой школе я чувствую себя гораздо лучше. В предыдущей мне было не очень хорошо. Был постоянный стресс и нервы от того, что тебя постоянно проверяют, контролируют, все эти оценки, экзамены, тесты. Здесь же мне позволяют чувствовать себя свободной. И да, я на самом деле себя так чувствую. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мама Флёр, Эва Ловах, работает психологом в университете Лайден. Две старшие её дочки уже сами работают там же. Когда однажды Флёр пришла домой после школы и сказала, что хотела бы сама определять, когда и как ей учиться, мама стала подыскивать ей более подходящую школу. Для меня самое важное то, что Флёр учится сама определять, как ей жить. Я замечаю, что в этой школе она гораздо лучше развивается и становится более независимой. Конечно, это происходит ещё и потому, что она взрослеет, но я ощущаю, что сейчас она стала взрослеть быстрее. Мама Яна Паула сама учительница младшей школы. Родители стали искать другую школу для сына по той причине, что в обычной ему совсем не нравилось. От скуки он всё больше замыкался и впадал в депрессии. Поначалу нам пришлось долго привыкать к тому, что Ян Пауль приходил домой, и на обычный вопрос о том, что они сегодня делали в школе, вместо обычного ответа, писали контрольную по математике или учили французский, он мог запросто сказать, что целый день скакал на батуте, а потом пошёл гулять в лес. Нам, как родителям, пришлось... Да, если хотите, просто свыкнуться с этим. Но вместе с тем мы увидели, что он чувствует себя гораздо лучше. Он стал сильнее, гораздо общительнее и перестал замыкаться в себе. А ведь следует сказать, что навыки общения с окружающими — это основа, на которую ты потом опираешься всю жизнь. А французский язык и математика — это дело наживное. Раз в неделю, по вечерам, ученики вместе с родителями и компаньонами собираются в школе. Да, у многих совсем неверное представление о нашей школе. Для них свобода — это значит, ты можешь целыми днями только и делать, что гулять и играть. Пожалуй, теперь я могу объяснить им, что свободу вовсе не стоит понимать как вседозволенность и постоянное веселье. Некоторые прогрессивные школы страдают от неправильного понимания их философии и принципов. В голландских средствах массовой информации бывали негативные оценки таких школ. Один из членов парламента даже требовал признать некоторые школы незаконными. Министерство отклонило требования, но теперь ищет способы более тщательно контролировать такие учебные заведения. Семья Хаткемп была в числе основателей школы Дероймте, и цель их была предоставить альтернативное образование для своей дочери Вильмейн. Жена Питера, Кристалл, по профессии геолог, и раз в неделю она тоже работает компаньоном в школе. Мне потребовалось долгое время, чтобы отпустить свои старые убеждения и увериться в том, что ребенок действительно начал учиться. Причем учиться не просто, а тому, что ей в самом деле пригодится в жизни. Я думаю, этот перелом в моих взглядах произошел тогда, когда я задумалась о знаниях и учебе в своей собственной жизни. Чему я когда-либо училась, и чем из приобретенного я пользуюсь до сих пор? Какие знания и умения остались со мной и помогают мне жить, а какие были просто балластом? Сегодня Кристалл Хаткемп едет в школу работать компаньоном, а Питер сегодня работает дома в своем офисе. Раньше он работал инженером в нефтегазовой промышленности, но чем больше он задумывался о философии обучения, тем больше ему самому хотелось заниматься тем, что ему ближе. Теперь он частный консультант в вопросах реструктурирования и реорганизации компаний. Своим клиентам он советует выстраивать отношения на основе личной ответственности. Моя работа в принципе заключается в одном и том же для всех клиентов. Последний раз я работал с компанией, у которой огромный штат людей, но они стали ощущать, что многие вещи могут делать гораздо эффективнее и решили достичь этого, предоставив сотрудникам больше свободы и больше ответственности. Это изменение философии внутри компании. Теперь уже не начальник контролирует и управляет всеми сверху, но люди сами решают, как управлять. Сегодня с самого утра Ян Пауль снова увлеченно занят игрой в ролевые карты. А у Флёр на сегодня назначено заседание круга следователей. Дело в том, что она подала жалобу на двух своих соучениц. Обвиняются Паулина и Лиза, свидетель Лаура. На репетицию, назначенную вчера на час дня, Паулина и Лиза не явились. Круг следователей заседает каждое утро и разбирает конфликты, возникающие внутри школы. Жалобы подаются в письменном виде. Круг, в состав которого на четыре месяца избираются четыре ученика и компаньона, может вызывать свидетелей. Решение по жалобе выносится на основе взаимного согласия. Например, если кто-то пару раз подряд забыл отметиться в журнале посещаемости, его могут назначить ответственным за ведение журнала на следующий день. В данном же случае все решилось без принудительных мер. Ну, что будем с вами делать? Да ничего не надо с нами делать. Я просто не на тот день расписание посмотрела, поэтому и пропустила. Да, я тоже думаю, ничего не надо с ними делать. Раз они не специально пропустили, а по недоразумению, Лиза вон и сама расстроилась, что пропустила репетицию. Впредь будет внимательнее. Уже шесть месяцев группа учеников регулярно приглашает Кристалл Хаткемп на занятия по геологии. Сама Кристалл чувствует себя не столько учительницей, сколько вдохновителем. Урок в классическом понимании проводится только по просьбе самих учеников. Вот, взгляните. Сейчас Кристалл чист, но на нем видны прожилки цвета ржавчины. Это перит, но он долго пролежал в земле. В данный момент Кристалл занимается с другой группой учеников в рамках английской практики на форуме юных Эйнштейнов. Другие компаньоны преподают уроки йоги, арифметики, французского или голландского языков. Компаньон присутствует здесь, внося дух реального сообщества, людей разных профессий. Но мы также выступаем в роли профессиональных лекторов. Когда ребенок хочет изучить что-нибудь или нуждается в помощи по какому-то предмету, они обращаются к тем, кто знает и разбирается. В каком-то случае это могу быть я, если у меня есть познание в этой области. Они могут запросто прийти и постучаться ко мне домой. Потом моя роль может поменяться, и я некоторое время буду не компаньон, а просто человек, обладающий какими-то знаниями, и которому можно задать вопросы после урока. К 18 годам выпускники школы могут научиться чему-то, но аттестата у них пока нет. Ян Пауэль понял, что рано или поздно ему нужно будет получать специальность, и сейчас он изучает требования разных институтов в интернете. Я решил уже начать подыскивать себе что-нибудь, поскольку пока не вполне представляю, чем буду заниматься после школы. Ну и чтобы расширить как-то свои возможности, я хочу сдать все экзамены на отлично. С таким аттестатом я уже могу поступать в университет без проблем. А без аттестата довольно сложно. И уж тем более сложно, когда толком не знаешь пока, чего хочешь в жизни. Флёр уже несколько дней подряд проводит время сама, изучая немецкий. Иногда к ней присоединяются другие ученики. Вот смотри, как числа правильно произносить. 19, 20, 20, 30, 40, 50. Не знаю, зачем. Просто мне захотелось поучить немецкий. Раньше я вообще боялась его, поскольку в старой школе нас всех заставляли его учить. Здесь же никто на нас не давит, поэтому, когда я увидела учебник на полке, решила, а не попробовать ли снова взяться? Впервые за целый год Ян Пауль переступает порог обычной школы. Поиски требований к экзаменам в интернете пока не дали четких результатов. Но школа Де Роем, так кроме учителей и компаньонов, поддерживает целый круг профессионалов, которым ученики могут в любой момент обратиться по любому вопросу. Здрасте. Ян Пауль пришел к учителю математики за советом, как лучше готовиться к экзаменам. Ну, рассказывай. Значит, тебя интересует математика? Да, мне нужна книжка, чтобы было минимум слов и максимум информации, а упражнения не обязательно, потому что я их возьму из книги с экзаменационными заданиями. Ну, книжку с заданиями можно купить в любом книжном магазине или же взять в библиотеке. Она не такая уж дорогая. Ну, и запиши себе еще вот эти несколько книг по теории. Там основные выкладки. Они тебе понадобятся, чтобы готовиться к билетам. Учитель математики Минко Далман считает, что Ян Пауль вполне может получить аттестат. У меня был опыт, хоть и небольшой, всего несколько лет, у которых были пробелы в подготовке по предмету. Они не занимались на уроках, но решили потом этот предмет сдавать. Подготовившись самостоятельно, они сдали экзамен успешно. Поэтому мотивация очень важна. Не менее важна, чем талант к предмету. В каждой ненависти есть частичка любви, и в любви есть частичка ненависти. Подобно двум полюсам инь и янь, есть черное и белое, но в черном есть частица белого, а в белом частица черного. Раз в неделю Флёр и ее соученики собираются с учителями-компаньонами для философских дискуссий. Сегодня тема их разговора – баланс и равновесие противоположностей. Флёр уже научилась распределять свое школьное время так, чтобы извлекать максимум пользы для себя. Я твердо знаю, что моя деятельность должна быть связана с кино или театром. Сейчас я пытаюсь определить точнее то направление, в котором хочу идти. Мы делаем музыкальную постановку в школе, но кроме этого у нас есть один парень, который хочет снять небольшой фильм. И я уже тоже записалась, чтобы в этом проекте участвовать. Школа Де Роимте существует всего два года, и никто пока не может твердо сказать, насколько успешно проходит этот для многих весьма радикальный эксперимент. Когда прыгнешь, пробуй хлопнуть ладошами вверху. Родители видят, что дети их счастливы и особо не беспокоятся. Все-таки в американской школе Садбери-Велли, чья модель стала основой для Де Роимте, ученики при желании успешно поступают в колледжи и университеты. Ян Пауль тоже хочет попробовать поступить, поэтому в следующем году, возможно, ему не придется так часто прыгать на батуте. Я сам решил поступать и готовиться к экзаменам, хотя мне бы еще годик не помешало поучиться здесь, чтобы как следует собраться с мыслями, что называется, обесшколиться. Но, похоже, придется форсировать события и учиться быстрее, поскольку время-то идет. Этот процесс будет далеко не идеальный для меня, но все равно это гораздо лучше, чем то, как приходится жить и учиться в обычной школе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перевод «Студия Минималист», 2010 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok